Фильм производства Film Brigade Production В главной роли Стив Одекерк Нервы на пределе Ну вот снова, в ролях также Томас Вилсон, каждый раз одно и то же Вы просто с ума можно сойти Дениса Кротвей, сколько бы вы молока не лили в кукурузные хлопья, все равно его слишком много Фред Виллард, вы думаете, что можно отмерить точное количество молока? Мерите, читайте инструкцию и Дженни Лейн, ничего не помогает Всегда его слишком много, абсолютно всегда, всегда С ума можно взбеситься, твою мать, а? Вы думаете, сейчас подцеплю кашки и будет в самый раз Но если насыпать слишком много, начинает это хлюпать И вот жрете, жрете, нажираетесь, как свинья И все равно им вкусно, потому что молока слишком много Каждый раз одно и то же Вы льете и едите, льете и едите, пока больше же не влезает Чтоб я сдох, а? Что за жизнь? Что такое? Невероятно, я сейчас умру Только этого еще не хватало Еще не хватало, чтоб мухи лезли ко мне в еду Мухи это самое грязное животное на всей планете Это разносчик всякой заразы номер один Самые отвратительные мерзкие насекомые А еще они глупы так, что просто удиву даешься Это, наверное, самые глупые букашки, которые есть на белом сайте Вы же их видели, правильно? Они постоянно трут лапкой об лапку Как будто это что-то важное Вот, например, выйдите его во двор Увидите собачью какашку на земле Так? Так Лежит себе эта собачья какашка Муха на нее садится и начинает мыть лапки Господи, что же это глупо Каким непроходимым тупым надо быть, чтобы сидеть на дерьме и при этом мываться Ой, дерьмо на лапках Посмотрись, а? Не отмывается Снова дерьмо на лапках Что ты с ним будешь делать? Опять дерьмо Грязные, отвратительные существа Их надо всех собрать в одну кучу и уничтожить Меня не интересует теория Дарвина об эволюции Цепочка питания видов на планете Я бы с радостью поделился лишним кусочком пирога Если бы это помогло как-то избавиться раз навсегда Бесполезно, из жалких, никому не нужных, зловредных Разносчиков заболеваний Этих мух, проклятых дьяволов От рода животного Тьфу Ну, прекрасно Я даже не знаю Почему я читаю эти газеты В этих газетах, что ни статья, то прям блевое тяно сплошное Меня выворачивает наизнанку Вот вчера я, например, читал Убил парень свою двоюродную сестру Потом убил своего брата Потом его осудят И вдруг судья признает его юридически невменяемым Видали? Этот парень выходит через 4 года из тюрьмы 4 года! Знаете, я думаю, как надо было с ним поступить? Ну, допустим, кто-то убил Эмми Лу Роджерс Убили, прекрасно Сажают убийцу в тюрьму Потом хоронят Эмми Лу А ключ от камеры следовало бы дать этой Эмми Лу в руку И тогда пройдет несколько лет Этот тип начнет скулить Эй, ребят, а когда меня выпускают на свободу-то, а? Я уже довольно давно здесь сижу Пора бы меня и выпустить Когда я выйду? А ему говорят Ха, что ты так напрягаешься? Как только Эмми Лу оживет обратно Как только она прокопает себе путь наружу из могилы Она сама прибежит сюда с ключиком Отопрет, и ты выйдешь на свободу Максимум через 24 часа ты будешь снова на улице ходить Спокойно себе Вы знаете, что меня злит больше всего, а? Я купил как-то мороженое, и написано Натуральный арбуз Там написано На 100% натуральный арбуз На 100% арбуз На 100% натуральный Ну и прекрасно Я люблю арбуз Я люблю мороженое Я подумал, что вот, прекрасно Замечательно, очень вкусно И то, что мне надо Беру это мороженое Откусываю И вдруг замечаю, что у меня что-то во рту Что-то такое маленькое и твердое Я беру и выплевываю это маленькое и твердое И рассматриваю Оказывается, что это семечка Семечка Эти сволочи на фабрике взяли и запихали семечки от арбуза в мороженое Интересно, на кой черт, а это что, такая маркетинговая стратегия? Я себе плохо представляю Смотрите, настоящая арбузная мороженая с настоящим арбузом Но на кой черт настоящим мороженым с настоящим арбузом запихивать настоящие арбузные корточки? Меня тошнит от этого, а? Что будет дальше? Для чего это сделать? Это абсолютно неприемлемо Я не могу с этим мириться, я не могу говорить Ой, да помолвуешь, какая проблема? Это же мороженое с арбузом Ну, косточка попала, семечка, плевать Нет, нет Не знаю Я, в общем-то, не просил, чтобы со мной так поступали Я вообще не просил, чтобы меня на этот свет рожали Зачем мне это надо? Иногда я хочу, чтобы все вытучилось Я хочу, чтобы все куда-нибудь подальше провалилось, чтобы я сел да расслабился Что такое? Ладно, я расслаблюсь чуть попозже Действительно Ну, я совсем не устал, если разобраться Вообще, мне надо бы поработать Угу Да, действительно, пора бы работать с двинцем вёртвой точки Когда-то мне нравилась моя работа Я автор, пишу детские книжки У меня все шло замечательно Я работал по собственному графику Работа мне нравилась Платили неплохо Босс был весьма покладец Мне было приятно О, Тейн, здравствуй, как дела? Я только что прочитал Твоё рекомендательное письмо Очень неплохо, очень Мне нравятся, как ты думаешь Твои работы, которые мне прислали Очень хорошие Очень творческий подход И не такой, как у других И мне это нравится Большое спасибо, босс Я переработаю книжку, если она вам не понравилась Ты знаешь, тебе бы немножко подбодриться Ты умный парень У тебя ждёт светлое будущее впереди Я тебя прошу Улыбайся почаще и побольше Честно говоря, улыбка никогда не входила в мои сильные стороны А ты попробуй, попробуй Это хорошо для бизнеса Ты удивишься, сколько деловых соглашений Сколько сделок Заключается только из-за очаровательной внешности заключающего А потом он женился Женился он на этой женщине Ну это ладно, женщину я люблю Босс ней Но где он нашёл такую стерву? Это же ужас какой-то Зовут её Мелани Мелани Марвин Марвин, принцесса моя Вообще-то, дорогой, тебе надо скорее бежать Потому что у тебя обед И на нём деловая встреча Познакомься, пожалуйста Это моя жена Это Мелани Дорогой Пожалуйста, давай не будем задерживаться У нас и так времени не хватает Да, ты знаешь, ты права Конечно, я права Я всегда права Давай мы сходим с тобой пообедем А потом? Потом я тебе всё расскажу, что пришло ко мне в кабинет Ты мне не нравишься Теперь она заправляет здесь всё Но я понимаю Это ладно Если бы кто-нибудь передавал сообщение от неё, ещё ничего Но чтобы слушать её речь Она слушает только саму себя Она может говорить часами И при этом не иметь ни малейшего понятия о том, что говорит Я не знаю, что нашёл в ней босс Я только не могу понять Почему Земля до сих пор не разверзывается И не засосала её куда-нибудь в булки Какой-нибудь кратер в другом измерении Ты должен сдать книгу до крайнего срока Иначе мы не успеем напечатать должное количество копий вовремя Она вечно командует, вечно приказывает И приказывать не имеет ни малейшего смысла Такое ощущение, что она читает длинную, бессмысленную, бессвязную, полную значимости лекцию о значении жизни Некоторые просто более способны, чем другие Некоторые менее Люди бывают разных национальностей Зависит от национальности, уровня их способностей и другой Их можно разбить на несколько непресекающихся прямых категорий Это какой-то кошмар, это жуть Это как будто совершенно идеально, красноречиво сказать Я ужасно подвержена предрассудкам, извините, пожалуйста Но ужас в том, что ты вякнуть ничего не можешь Потому что это баба, жена босса Ты сидишь там, сидишь, киваешь, потому что ты не хочешь потерять работу И вдруг ты слышишь, как ты говоришь вещи такие, как Да, ну, наверное, да Потом ты чувствуешь себя как самый бесхребетный сопляк и неудачник на планете Потому что ты только что пожертвовал собой, своей работой и всем, что ты ценишь и веришь во что Только потому, что ты останешься без денег, если ты вякнешь что-нибудь не в попад Потрясающе На что способны некоторые люди? Классно, да? Еще нет даже десяти часов Эй! Эй! Ты! Мразь волосатая, ну-ка сделай потише Этот тип постоянно меня достает Он играет эту чертову музыку, я не знаю, как это называется, целый день Уровень такой, что любая спортивная арена этого позавидует И это неудивительно Музыка, наверное, постоянно выливается у него из ушей Ему некуда ее девать Вот она и орет Вот, пожалуйста, пожалуйста Вот теперь скажите мне Скажите мне Скажите мне вы Что это за чертовщина такая? Какого черта? Что там происходит? А что? Пляски первобытных племен происходят? Я даже отдаленно представить себя не могу Какого, собственно, черта? Боже ты мой Я надеюсь, он не поскользнулся Не стукнулся башкой о кнопку сеть на стереосистеме Может быть, он стукнулся виском и впал в кому? Это, конечно, ужасно Что же делать-то? Ну, наверное, надо подождать пару недель, а потом понюхать Может быть, у нее из-под двери звоняет трупом? Да Сегодня 8 часов вечера Что? Это еще что значит? Что за чертовщина? Как ей 8 часов вечера? Что это за урод? Кто это был, а? Когда-то здесь было тихо и мирно Собака Черт, забыл собаку домой впустить Вы извините, пожалуйста Это моя собака Пит Только я вас спрашиваю Только не думайте, что я сумасшедший Я никакой не сумасшедший Просто я не считаю, что Настоящие животные стоят той заботы, которую им заказывают люди Люди их любят И холелеют и холят Но мне трудно себе представить Как я веду какой-то уголок в своей жизни Какой-то из зверюги, которая, если Дела пойдут чуть хуже, чем сейчас Съест меня с потрохами Вы представьте себе Это реальность На минутку себе представьте Вдруг возникла нехватка пищи, например Или возникла подходящая возможность И ваша фифи, ваша прелесть, которую вы ласкали Немедленно включит вас в список лакомых блюд И съест Люди просто верят в то, во что хотят верить На самом деле, все это не так Помните, когда самолет врезался в снег? Некоторые люди остались в живых Но их не спасали очень долго Им пришлось начать есть других пассажиров, чтобы самим выжить Помните? Вот Это ответственное моральное решение Начать есть кого-либо Если бы ваша жизнь зависела от того, сидите вы кого-то или нет Вы бы согласились? Я вот долго думал об этой моральной проблеме Я подумал, что они ничего такого зазорного не сделали Ведь эта ситуация была жизненно важной Речь шла жизнь или смерть? Если бы моей жизни грозила опасность Да, это, конечно, было бы очень-очень серьезным решением Не то, что там Пить сегодня или не пить Или там, например, хочешь есть, а магазин закрыт, потому что уже поздно Нет, ничего подобного Это даже рядом не валялось по серьезности Это не проблема Это проблема совершенно другого морального плана Жизнь или смерть? Я вот думаю Сижу Ну, подумаешь Ну, умерли эти люди Погибли во ее катастрофе Я их сам не убивал Ну, съем я их Подумаешь, может быть Мне полегчает А вдруг этот парень не умер? Вдруг он упал и стукнулся лбом о кунь-шишку И он сейчас просто без сознания А я его начну есть Ну, допустим, он даже в коме Но вдруг, если случайно он начнется, когда я его буду поедать Я подумал, ну и что? Обычный человеческий этикет подсказывает мне Что есть пора переставать Я ему скажу, приятель, ты меня извини, я тебя тут слегка погрыз Но все Я обычный человек, больше я тебя не трогаю Что такое? Что черт? В чем дело? Наверное, мне надо выспаться как следует А то мерещатся тут разные Чего? Ну чего, а? Здравствуйте, сэр Как у вас дела сегодня? Лучше не спрашивайте Вроде бы вы человек интеллигентный Вы что продаете? Ну, в общем, вопрос не в том, что я продаю А вопрос в том, что я могу вам предложить Ну хорошо, что же вы можете предложить такого, что может стоить выброшенных денег? Я предлагаю безопасность Страховки, что ли? Совершенно верно, сэр Извините, ради бога Простите, пожалуйста Конечно, конечно Проходите, проходите Я чувствую себя круглым идиотом Надеюсь, это вам придется по душе Ну что вы, что вы Это более чем достаточно Прелестная еда Большое спасибо Скажите, а у вас уже есть хоть какая-нибудь страховка? Давайте не будем сейчас об этом говорить Наверное, это просто очаровательно Делать то, что делаете вы Правда? Ну, это, в общем, да Что вы скромничаете, право Видимо, вам завидуют множество людей Вы даже этого не знаете Ну, тут я не уверен Конечно, вы подумайте только У вас жизнь, о которой можно только мечтать Вы способны ходить от двери к двери Помогать людям И все еще при этом зарабатывать себе на жизнь Да, да, видимо, вы правы Конечно, я прав А что самое прекрасное Это работа, на которой ты даешь Здесь нет ни жадности Никаких своих собственных интересов Вы просто продаете людям то, что им нужно Не заставляйте их покупать то, что им не нужно Вы не играете на страхах и фобиях людей Только чтобы зашибить доллар Вы вовсе не такой И я думаю, что это замечательно Ну что ж, спасибо Да ладно, не стоит благодарности Ну а теперь, если вы не против, пожалуйста, расскажите мне конкретно Какие именно страховки вы можете предложить? У нас есть всевозможные страховки Прекрасно Вы сейчас на что-нибудь застрахованы? Нет Совсем нет А что? А почему? Понимаете, я никогда не мог себе позволить раньше этих страховок А тут вдруг мне на голову свалилось крупное наследство Я буду с вами честен Денег там столько, что я просто не знаю, что с ними делать Поэтому для меня ваш приход — это замечательная возможность Да, это мудрое решение Ну а как вы отнесетесь к тому, что я предложен застраховать жизнь? Ну, естественно, я хочу застраховать свою жизнь Вот и прекрасно Здесь у нас есть страховки на разные суммы Вот, посмотрите Я хотел бы вот это Это самая крупная сумма Правильно? Лучше перестраховаться, чем потом появлечь Но давайте я застрахуюсь на поменьше Нет, нет, что вы Лучше всего подчиняться тому, что пришло вам в голову в самый первый раз У вас застрахованы имущества? Нет, но я хотел бы Вот и хорошо Я хотел бы застраховать свою машину тоже, хотя я не слишком ей горжусь Она не слишком новая, пару месяцев назад я ее еще и стукнул Я понимаю, ну что вы, нечего стыдиться Скажите, пожалуйста, а по закону существует максимальное количество страховок, которые можно продавать? Нет, нет, его не существует, они не ограничены Вот и прекрасно У меня сейчас с собой нет всех необходимых бумаг для всех разных видов страхования Но может быть вы зайдете к нам в офис? Всего на несколько минут Конечно зайду Ну и прекрасно Хотя я не могу задержаться у вас там очень долго Я понимаю, что страховки это дело важное Конечно, я понимаю, но мы можем поехать туда прямо сейчас Извините, у меня встреча через пару минут Если вы мне пообещаете, что вы задержитесь в офисе, то я приеду к вам через 45 минут Это было бы прекрасно Я подготовлю все бумаги к вашему приезду Отлично Вот моя визитная карточка, прошу Ага, замечательно Потрясающе, Рэй А вас как зовут? Тейн 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 Ферроз Тейн, ну что ж Через 45 минут я вас жду Да, прекрасно Рэй, только вот что Да, конечно, конечно Видите ли, есть одна маленькая проблема в том, чтобы я купил у вас эти страховки Это какая? Лучше я сдохну, чем куплю их Ненавижу торгашей Я всегда ненавидел торгашей и всегда буду ненавидеть торгашей Это мразь из мрази Самая дрянь, которая только есть Я их ненавижу Лучше я буду чистить зубы и пить апельсиновый сок Им самое главное заставить людей испугаться и того, что они не купят эту вещь И вы мне эти деньги Я, конечно, не слишком легко раздражаюсь Но эти гады просто бесят меня до мозга костей Каждый год 8 человек погибают из-за того, что им приходит письмо с бомбой 6 из этих 8 открывают какое-нибудь рекламное письмо Вообще какой-нибудь мусор и там бомба Я, конечно, не параноик, но я вовсе не хочу открывать ордерстенскую открытку И через секунду проводить всю свою жизнь как скелет в каком-нибудь биологическом музее Или быть предметом научным пособием в средней школе Терпеть не могу эти письма Как мне надоело эта реклама Они думают, что пишут письмо другу А письмо-то написано на компьютере, а потом ручка вписана имя Вы думаете, это так, друзья, пишут письма? Ничего подобного Вы посмотрите сюда Интересно, какое слово здесь было вставлено? Это должно быть личное письмо Только мне А здесь как Здравствуйте, Ти Беррус Мы хотели бы представить вам прекрасный мир покупки земли в рассрочке Прекрасно Только мои друзья называют меня Ти Беррус Правда, вас друзья не называют? Инициал точкой фамилии А вот еще одно письмо Отличная новость, Ти Беррус Три из этих четырех человек уже выиграли 100 тысяч долларов Миссис Дениза Дэниелс Миссис Дениза Дэниелс Миссис Картер Пеннинс Лайла Беллиш Лайла Беллиш И Ти Беррус Ух ты Интересно Кто из этих четверых будет самым дураком? О, служба знакомств Почему? Почему, когда на свете есть тысячи холостых, привлекательных людей Да в вашем же районе Вы проводите столько времени один Когда ваши отношения с кем-либо Совсем не за горами Ваше имя, возможно, порекомендовал какой-нибудь действительный наш член А может быть оно попало в список избранных, которыми мы пользуемся Чтобы отбирать качественные кадры для нашей службы Отлично Ты плачешь кучу денег, приходишь в маленький кабинет Смотришь на кучку других неудачников На видеокассете, которые тоже были достаточно глупы, чтобы заплатить кучу денег и прийти туда же Потом ты теряешь целый день Для того, чтобы развлечься как следует Потому что вы неудачница вместе с этой вашей избранной Потом вы женитесь, у вас появляется пара детишек Как-то ночью Смотришь на телевизор И вдруг показывают, что намечается лотерея по продаже земли Там написано Можно с помощью купли-продажи земли сделать более миллиона долларов в год И ты решаешь О, это интересно Это хороший ход Ты берешь сбережение всей своей жизни Вкладываешь в эту лотерею и все теряешь Ты знаешь почему? Потому что все твои отношения в жизни Строятся на том, что ты, не подумавши, ответил какому-то дураку, рекламному агенту Это катастрофа Но это еще не вся катастрофа Самая катастрофа в том, что у тебя дети Это тоже прирожденные неудачники Дети неудачников Это невероятно легковерная парада людей Ими могут помыкать все кто угодно Всю жизнь А потом они найдут себе точно так же Через службу видеознакомства на пару Парадят еще неудачников Потом дальше и дальше И так выведется целая новая жалкая парада людей-неудачников Они могут только ничего не делать Всем верить и выписывать чеки Они ужасные идиоты И все потому, что честная компания службы знакомств Выбрала вас вручную Потому что она считает, что это и люди Это качественный товар Просто напоминаю Восемь часов Это что за черта? Что это должно значить? Какие восемь часов? Причем здесь восемь часов? Это какая-то шутка Скоро всего, кто-то просто подбросил Эту гадость в мою почту Вот и все Письмо от Эмили Брэнби Она все еще пишет мне Уже прошло 4 года И она все еще пишет мне Отношения Какой дурак придумал это слово? Происходящее между людьми нельзя называть таким словом, как отношения Надо придумать более описательное, прилагательное Например, страна боли Или что-нибудь в этом роде Ты можешь безумно влюбиться в какую-нибудь женщину Делать все, что в твоих силах Чтобы ваши с ней отношения сложились И вдруг не из того ни сего А это тебе заявляет милый Ты меня больше не интересуешь Ладно, черт оба Твоя жизнь разбита Ты собираешь ее по кусочкам Наконец-то собираешь ее воедино Готов хоть как-то продолжать жить Хотя от твоей жизни осталась жалкая половина И вдруг они хотят, чтобы ты к ним вернулся Эти женщины Как будто единственное, что заставит ее привить к тебе внимание Это послать ее к чертовой матери Ну нет Больше такой номер не пройдет Я не буду читать это письмо Не буду Нет Ни за что Ни под каким соусом Не понимаю, что заставляет этих женщин портить жизнь мужчинам, а? И как только ты смирился с тем, что ты хочешь умереть Они снова появляются на сцене Я слышал, что жизнь твоя идет хорошо Может быть, помнишь, ты говорил мне когда-то, что Ты меня любишь безумно Любишь меня больше всего на свете А я никак тебе не отвечаю И веду себя холодно и не люблю тебя Я думаю, что жизнь моя была гораздо лучше тогда Или вот, например Вы встречаетесь с ней несколько лет А потом вдруг она тебе говорит Давай просто останемся у друзьям И это такой шок, что он тебя раздавливает Давай просто будем друзьями Это все равно, как твоя мама подойдет к тебе и скажет Дорогой, я до сих пор тебя очень люблю Но мы сейчас на публике Не называй меня мамой Называй меня просто Мардж Давай просто будем друзьями Это прекрасный сценарий для них Потому что это значит Я не хочу иметь с тобой ничего общего Но для меня было бы очень удобно Если бы я не чувствовал никакой вины А ты все еще был поблизости Если бы я захотел с кем-нибудь поболтать Если бы мне кто-нибудь помог Я позвонила бы тебе Ну нет Больше такой номер не пройдет Не пройдет, слышишь? Не пройдет По-моему, мой номер надо вычеркнуть из телефонного справочника Закрыть его, чтобы не звонили Давайте послушаем, кто это Я вас умоляю Не надо оставлять мне сообщение Если оно не является жизненно необходимым Тейн? Ты дома? Ты слышишь меня? Возьми трубку Тейн Как это хорошо Когда у тебя весь день свободен Целый день Сидишь себе спокойно, отдыхаешь Интересно У тебя длинные кассеты в автоответчике? Насколько хватит ленты? Здравствуй, мама О, сынок, привет Я так и чувствовала, что ты дома Скажи, пожалуйста, ты хорошо кушаешь? Как у тебя с диетой? Я не сижу на диете Но ты понимаешь, о чем я говорю Ты никогда не питался правильно А если питаться неправильно, то ты заболеешь, в конце концов Я тут прочитала в журнале статью, где было написано, что капуста, оказывается, может предотвратить возникновение раковых заболеваний Ты ешь капусту или не ешь капусту? Ой, как забавно У меня целая тарелка капусты прямо перед носом Ты мне тут не груби Скажи, пожалуйста, что лучше, заболеть раком под конец или жрать капусту всю свою жизнь? Это не смешно, это серьезный вопрос Я говорила с Элизой, она сказала мне, что ее сын Бруно Ну, Бруно, помнишь, у него была такая жуткая бородавка на носу Я не знаю, почему ее даже не пытались удалить ни разу Было такое ощущение, что кто-то выстрелил в него картофель, и она там застряла Ну, в общем, Элиза сказала мне, что Бруно чувствовал себя плохо А доктор сказал ему, что он... Она так может болтать часами, не важно О ком, о чем, почему, что к чему, не важно Просто главное, чтобы с ее губ срывались какие-то звуки Серьезные проблемы Да? Ага Я не знаю, бывают такие люди, не знаю, что с ними такое Да Они болтают и болтают, треплются и треплются Высасывают часы твоей жизни, опустошая тебя, как вампиры И если ты не начнешь питаться лучше, если не будешь кушать как-то, у тебя тоже будут неприятности, как у Бруно Не пойми меня превратно, Тейн Я не пытаюсь воспитывать тебя, просто я твоя мама, и я беспокоюсь Ты ешь только кукурузные хлопья, а твоему организму нужно нечто большее Нет, честно говоря, мне надо бы поработать У меня и так постоянно просрочены крайние сроки сдачи новых книг Моя жизнь была бы гораздо проще Я всегда бы сдавал книги вовремя, если бы... Мне постоянно не мешали, если бы не переносили мои проекты Моя жизнь была бы прекрасной, если бы я за три дня, скажем, писал проект и сдал А то ведь два дня у меня остается на переработку Мне, например, говорят Это слишком грубо для детей Или книжка слишком страшная, дети испугаются Давай переписываю заново И всего за два дня Это что такое было? Это у меня сработал радиобудильник Что? Он что, у тебя на шее висит? Нет, просто... Я лежал на кровати, а он стоял на тумбочке рядышком Лежал на кровати? Боже мой, уже почти час дня Хватит валяться-то, а сколько можно? Давай сьми, а осталось всего несколько часов Мама? Алло? Ты чего повесила трубку? Я не вешала трубку, нас разъединили Что ты там сказала насчет восьми часов? Что? Ну, ты сказала, что ты насчет восьми часов Нет, не сказала, я не говорила ничего насчет восьми часов С тобой все в порядке, ты здоров? Мне надо бежать Кто-то сдвони в дверь Извини, ладно? Пока Это какое-то безумие Честное слово, пора бы поработать, а то я совсем с ума сойду Надо хоть что-то сегодня сделать Почему я должен облажать других людей своей работой? Я работаю бесчисленные часы над ценным продуктом Только для того, чтобы его отвергали Кто здесь проигрывает? А? Я? Нет, нет, не я, я не проигрываю Проигрывают дебедные дети Дети проигрывают, да Ценная информация, которая нужна им, когда они растут Оказывается отрезанная от них, потому что какой-то прозорливый гений отвергает меня И мои работы Сейчас я вам покажу некоторые из них Вот смотрите Надпись «Где мой папа?» Вот эта книга не просто убивает время для ребенка Она помогает ребенку заметить симптомы, когда его мама не хранит верность его папе А вот другая книжка «Как завести семейный автомобиль» Вот эту книжку, ну, совершенно никто не понял Я намеревался здесь сделать только одно Составить простейшую инструкцию, которую могло понять любой ребенок И ей следует пользоваться только при самых серьезных ситуациях Ну, например, подобился какой-нибудь маленький ребенок косточкой А, например, его братишка не может его отвезти в больницу А взрослых дома нет, а зато машина есть Ну и что же, что же, заставить ребенка теперь умереть, да Оставить его пусть подыхает Ну, хотя я думаю, что некоторые взрослые, типа нашего редактора, оставили бы его умирать А вот это, это моя красная гордость Я еще даже редактору ее не показывал Это книжка-раскладушка, моя первая книжка «Раскладушка» Называется «Что случилось с бабушкой» Это, правда, одно из ее рабочих названий В книжке идет речь о том, когда у тебя умирает близкий человек, что ты делаешь? Первое, что ты видишь, когда книжку открываешь Да, это может быть весьма трудное и драматическое время в жизни Но я пишу, что бабушка, в общем-то, никогда не исчезла Она просто переместилась вне своего тела Я также пишу, что вполне вероятна такая возможность, которая всего-навсего находится на расстоянии одной автокатастрофы Что и ты, мой маленький читатель, отправишься туда же на небеса Но это все безнадежно Скорее всего, эту книжку тоже открыт вместе со всеми остальными И знаете почему? Потому что детей пытаются разучить думать Хотят, чтобы они были пустоголовыми Пытаются заблокировать малейшую возможность думать самим Даже потуги этих кажутся всем нашим великим умам вредными Тысячи, тысячи детей запрограммированы делать то, что им говорит старший брат сверху Меня тошнит от этого Я не намереваюсь участвовать во всеобщем оглуплении В том, чтобы молодые умы росли как капуста в огороде Чтобы они ничего не соображали, а только тупо повторяли то, что им говорят Я бы лучше сдох, чем стал в этом участвовать Замечательно, просто замечательно Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попалась. Сейчас я возьму тебя за попу. Дырь была открытой, так что я вошла. Ты пытался это вытащить? Нет. Я просто так баловался. Баловался? Баловался? Он говорит, а? У тебя над головой висит три крайних срока, а ты тут балуешься. Как тебе не стыдно? Тебе надо собраться, взять себя в руки. Ты идешь по тонкому льду. Мне не нравится твоя последняя работа, и я не вижу никаких улучшений. Смотри, у тебя будут всевозможные неприятности, если ты будешь вести себя так дальше. Твоя работа, в же прочем, не падает с неба. Много талантливых людей только и ждут, чтобы занять твое место. Они готовы убить, чтобы балкаться на твоем месте. В прошлом тебе все сходило с рук довольно легко. Но я тебя предупреждаю. Дальше будет тяжелее. Мне не нравится, что ты не преданный работник. Мне нужна пепельница. У меня нет пепельницы. Ну хорошо, буду стряхать пепел вот сюда. Очень важно, чтобы ты стал преданным работником. Тэнь, будущее нашего издательства, и тебя в нем, зависит от этого. Понимаешь, будущее поставлено на карту. Марвину это точно не понравится. Да Марвину было бы все равно. Марвин, прежде всего, не стал бы вламываться ко мне домой. Если, конечно, дверь была бы не открыта, как у меня. Сейчас. Тогда, может быть, он, конечно, вошел бы. Но постучал бы. Ну, кто бы не вошел, правда? Я терпеть этого не могу. Я не выдержу больше этого. Что же я такой слабак? Что же я ей не пошлю подальше? Ну, что? Я потеряю работу. Работу я терять не хочу. Это какой-то кошмар. Теперь вы видите, придется мне сидеть и даже не упоминать о том, что она ужасный человек. Что бы она ни говорила, мне придется... Господи, как мне это не неприятно. Чтоб я сдох, мне придется ей поддакивать. Я так устала от серой бездарь. Меня окружает сплошная бездарь на работе. Я ужасно устала. Меня окружают сплошные серости. Только не пойми меня. Вы не превратны, Тейл. Ты не полностью бездарный. Конечно, тебе нужно еще много над чем поработать. Это все зависит от воспитания. Вот я, например, мне повезло. Например, взять национальное меньшинство. Они, конечно, не ущербны, потому что они генетически отличаются. А они... Ущербны, потому что их воспитывают по-другому. Ну, как можно слышать подобную чепуху и сидеть, ничего не буду, заражать, а? Боже мой. У меня вся жизнь идет наперекосяк. Попробую с этим справиться. Что я такое несу? Что я говорю? Вы послушайте меня. Насколько может быть важна работа, если для нее требуется честностью своей поступиться? Я этого не потерплю. Я не потерплю. Моя честность выше. Одну секундочку. Одну секундочку. Вы ошибаетесь. Вы расистка, и вы неправы. Вы меня извините, если вы хотите меня уволить, потому что я не согласен с вашими предосудительными заявлениями. Ради богу, но то, что вы сказали, было неправильно. А неплохо получилось, правда? Я как-нибудь попробую так сказать. Вот, например, я тут смотрела по телевидению о движении за свободу в некоторых странах третьего мира. Я не помню, в каких именно. Я начала думать. Как это ужасно. Свобода. Наша страна могла бы научиться у них многому. Единственные люди, принимающие решения, должны быть способенными на это. Нельзя допускать любого к принятию решений. Решения должны быть разумными. И люди, которые принимают, должны быть тоже разумными. Есть очень мало достаточно умных и достаточно грамотных людей, принимающих решения. Этих людей обычно судят по доходу. Я думаю, голосовать следует давать только тем, кто зарабатывает, ну, 200 тысяч в год и больше. Это просто здравый смысл мне такое подсказывает. Не более того, вы разве не согласны? Тейн, 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 вы не согласны со мной? Но... Да. Невероятно. Ну, я ж... Как я мог не согласиться? Я уж об этом не верю. Отлично. Меня надо убить. Меня надо распять. Меня надо сварить в масло. Сожрать заживо. Выплюнуть. Это жуткое оскорбление. Итак, насчет вашей работы. Она не произведет у меня совершенно никакого впечатления. Вы, кажется, занимаетесь весьма необычной писаниной. Я, честно говоря, думаю, что ваши эксперименты – дерьмо. Я пришел на счет последней новой книги. Вы закончили ее? Да. Она закончена, она лежит прямо перед вами. А что она делала за диваном? Длинная история. «Пока бабуля». Ну, это рабочее название. Она должна называться... Что случилось с бабушкой? «Пока бабуля», значит? Интересно. А мне нравится. Самое хорошее, что это книжка-раскладушка. Мы не выпускаем книжек-раскладушек. Но это что-то новенькое. Разве вы не хотите попробовать новое? Да. Книжка-раскладушка. Ой! Что это такое? В чем дело? Это больная затея. Мы не можем ее продавать. Почему? Потому что это невежливо. Это плохо. Но, естественно, это невежливо. Смерть – это вообще штука печальная. Смерть? Почему вы пишете о смерти? Вы пишете детские книжки. Детям нельзя думать о смерти. Последнее, что мне должно приходить в голову – это смерть. Пишите про кроликов или еще что-нибудь в этом роде. Я не пишу про кроликов. Но напишите по моей просьбе. Позовите Мэри Крейг. Мэри Крейг – наша лучшая писательница. Я знаю, что она лучшая писательница. Я знаю, что Мэри Крейг зарабатывает кучу денег. Но Мэри Крейг… Пишет, как курица лапой. Ее книги продаются. Они нетворческие. Это ваша книга, нетворческая. Она изобрала счастливую устрицу. Только не надо вспоминать про счастливую устрицу. Счастливая устрица была и продолжает оставаться в последние 10 лет наиболее продаваемой книгой на рынке. Дети любят счастливую устрицу. Родители любят счастливую устрицу. Мы с мужем любим счастливую устрицу. Это глупая концепция. Это не глупая концепция, но это же устрица. Устрица. Вы можете выбрать что-нибудь более отдаленное, что-нибудь более бесчувственное, абсолютно лишенное эмоций, да еще и вещь к тому же, у которой отсутствуют отличительные черты, абсолютно никакого интеллекта, отвратительную, скользкую, вонючую. Вот посмотрите, вы посмотрите только. Ноги у нее торчат из раковины в разные стороны. И, конечно, на ней шапочка. Устрица в шапочке. Смотри, дорогая, устрица пришла на ужин. Здравствуйте, мистер устрица. Не хотите ли снять вашу шапочку? Счастливая устрица? Безмозглое существо. В нем нет ничего привлекательного в этом существе. Нет ничего умилительного и утешительного. Устрица представляет все то, что я ненавижу в жизни. Я ненавижу его, я всегда его ненавидел. И всегда буду ненавидеть его. Это вашего персонажа. Я ненавижу счастливую устрицу. Я не потерплю этого. Я не буду сидеть здесь и выслушивать, как вы очерняете счастливую устрицу. Вы вот-вот потеряете работу, мистер. Если вы хотите ее потерять, вы идете правильным путем. Эта компания основана... И на 10 лет назад. И благодаря счастливой устрице, ее создательности, последние 10 лет она процветает. Может, вам не нравится счастливая устрица, но счастливая устрица оплачивает счета. И нравится вам это или не нравится. Если счастливой устрицы бы не было, у вас не было бы работы. Ну, может быть, я немного погорячился. Я вынужден извиниться. Да, я забыл одно ключевое назначение счастливой устрицы. Я забыл, что счастливая устрица может быть скатана в маленький комочек и запихнута вам в попу. Вот что я забыл. Какой же я глупый. Ну, а что касается компании, что она 12 лет существует здесь, откуда вы знаете? Вы ведь портили в ней вещи только последние два года. Так, давайте проанализируем, как она получила работу. Она закончила колледж? Нет. Она изучала литературу, долгие часы библиотеки? Нет. Ну, тогда, конечно, она унаследовала этот бизнес у своего отца. Нет, конечно. Вы знаете, как она попала на эту работу? Она переспала с боссом. Вот как она попала на работу. О, нет! Так скоро уходим? Ну что вы? Возвращайтесь, пожалуйста. Я так люблю с вами болтать, моя радость. Почему вы не можете задержаться подольше? Я бы еще с вами поговорил. Мне так нравятся эти беседы. А работа... Работа. Черт побери, на что я буду есть? Да ну и бог с ним. В общем-то, она мне не так уж и нравилась, это моя работа. Курильщики. Нет оправдания курения. Нет. Керпеть не могу табачный дым. Табак это хобби, которое тебя губит. Это эквивалент того, что ты всегда носишь с собой соль для лизания, в которой примешано чуть-чуть членство калия. Что это вы делаете? Да ничего, это у меня так, хобби такое. Ой, что-то мне не здоровится. А вот люди, которые говорят, что собираются бросить курить, а потом ты через час их увидишь. А у них изо рта тащит бычок. Вот если бы у Ганди была такая же сила воли. Не буду есть ничего до тех пор, пока не будет полной свободы и независимости. Ой, что это там такое, бутерброд с маслом? Что нужно печатать на пачке, медикам, чтобы наконец дошло до людей, что курить это вредно? Осторожно. Если вы будете курить, вы умрете. Ну, понимаете, умрете. Каранты вам настанутся. Вы больше не будете живыми, понимаете? Вы будете дохлыми. Вас зароют в землю. Вы лично навестите Эллиса на небесах. Для вас все будет кончено. Ваши друзья больше не будут приходить вас навещать. Ваши почты перестанут приходить. Вы будете мертвым. А аэробика? Нет, об этом не будет ни речи. Червяки вдруг найдут вас необычайно привлекательным и бросятся на вас с полчищиной. Если вы будете продолжать курить, вы умрете. Но все равно не срабатывало бы. И знаете почему? Потому что курильщики сказали бы. Ну и что? Подумаешь, вот мой дедушка выкуривал по три пачки сигарет в день. Он дожил до 93 лет. Это верно, но они забыли сказать вам, что у него было одно легкое. Дышал он как морж. И не мог вам сказать, как его зовут. Боже мой, вот это жизнь. Всю жизнь мечтал о такой жизни. Я был в Лас-Вегасе. Не спрашивайте меня, почему. Мне выписали штраф за то, что я повернул направо на красный сигнал светофора. Это противозаконно в Лас-Вегасе. Вот проституция в Лас-Вегасе законна. Однако я совершил ужасную ошибку. Я повернул направо на красный свет. Ну, допустим, я бы занимался сексом на капоте машины прямо на самом перекрестке. Это, пожалуйста, без проблем. Это можно по закону. Но нет. Мне почему-то дернуло повернуть на красный свет направо. Нужно было сказать полицейскому, что я сутенер и опаздываю на сбор податей. Но тогда он, скорее всего, спросил бы, а где твоя шляпа? И все равно я попался. Алло, добро пожаловать в мир высоких технологий. С вами говорит компьютеризованный телефонный автоматрон. Мы зададим вам несколько вопросов. После гудка вы можете отвечать. Ну, как вам? Вроде ничего. Очень хорошо. Пожалуйста, назовите ваше имя сейчас. Тейн. Тейн. Спасибо, Тейн. Когда в последний раз вам чистили ковер? Я не верю в существование ковра. Спасибо. Насколько стар ваш текущий ковер, Тейн? Ковер? Ого. Я думал, вы сказали Будда. Спасибо, Тейн. Когда вы чистите ваш ковер, вы обычно... А. Чистите его сами. Б. Б. Берете на прокат пылесос. Или С. Вам его чистят профессионалы. Прошу прощения. Что там было? Б. Еще раз. Спасибо, Тейн. Если цена была бы подходящей. Согласны вы, вы были, чтобы ваш ковер чистили профессионалы регулярно? Вот когда вы говорите профессионалы, вы кого имеете в виду, доктор или адвокатов? Мне кажется, у докторов и адвокатов не хватит времени, чтобы чистить мне ковры. Спасибо вам, Тейн. Не хотите ли вы, чтобы один из наших дружественных торговых представителей связался с вами и обговорил подходящие для вас условия? О, да. Если вы ответили нет, пожалуйста, объясните, почему. Видите ли, есть одна только маленькая проблемка. Я скорее бы сдох. Спасибо вам за сотрудничество, Тейн. Если у вас есть какие-либо комментарии, вы можете оставить их сейчас. Умри. Умри, ты несчастная компьютерная микросхема. Я надеюсь, ты подавишься мышью и окажешься, в конце концов, в компьютерном аду. Спасибо. Не за что. Технология становится такой совершенной. Здравствуйте, и добро пожаловать в мир высоких технологий. Я компьютеризованный телефонный автоматрон. Мы зададим вам несколько вопросов после гудка. Вы можете ответить. Как вам такое? Это просто чудесно. Очень хорошо. В таком случае, пожалуйста, назовите ваше имя сейчас. Всемогущий Владыка. Спасибо, всемогущий Владыка. Когда в последний раз вы чистили ковер? Примерно час назад. Спасибо. Как стар ваш текущий ковер, всемогущий Владыка? Такой вопрос нечасто услышишь. Как стар ваш ковер, ваш текущий ковер, всемогущий Владыка? Надеюсь, это тот самый чистящий ковров. Здравствуйте. И добро пожаловать в мир высоких технологий. Я компьютеризованный телефонный автоматрон. Мы зададим вам несколько вопросов. После гудка вы можете отвечать. Как вам такое предложение? Я убил президента. Очень хорошо. Пожалуйста, сообщите теперь ваше имя. Винки, волшебный ловец долгого мула зайцев. Спасибо, Винки, волшебный ловец долгого мула зайцев. Когда в последний раз вы... Господи. Моя жизнь — это какой-то ад наяву. Тейн Фарос, я пишу обзоры о коврах. Что? О, прошу прощения. Я подумал, что, может быть, это ты высокотехнологичный компьютеризованный телефонный автоматрон. Что? У тебя что, снова началась депрессия? Нет, у меня не бывает депрессии. О, прошу прощения. Я сформулирую вопрос по-другому. Скажи, тебе кажется, что все и вся вокруг бездарные и глупые? Конечно, кажется. Что в этом нового? Ты уже обедал? Нет. Давай встретимся у Орла. Слушай, ну ты же знаешь, я ненавижу рестораны. Ах, верно, верно. Ты ненавидишь все. Это не правда. Да, я забыл. Харьки. У них клевое отношение к жизни. Прекрасно. Пойдем в ресторан, закажем пиццу. Я не думаю. Очень смешно. Здравствуйте, и добро пожаловать в мир высоких технологий. Я компьютеризованный телефонный автоматрон. Вы должны быть готовы к восьми часам. Кто это? Эл? Это что, шутка? Восемь часов. Вы должны быть готовы в восемь часов. Обязательно убедитесь, что вы позаботились обо всем. Помните. Восемь часов. Восемь часов. Это какая-то глупость. Это какая-то жуткая глупость. Это чья-то дурацкая сложная шутка. Может быть, стоило пойти в ресторан с Элом, в самом деле, господи. Что я такое несу? Да, скорее всего, это все и есть в проделке Элла. Ну, Эл дает. Но фантазию мужика работает. Ему это стоило немалых неприятностей. Эл. Эл – это один из тех, кто всегда как бы голос разума, знаете ли. Он полный идеалист, однако называет это оптимизмом. Он считает, что все на свете окей, что все положительно и прекрасно. Плюс к этому у него есть ужасная привычка всегда говорить. Ты знаешь, через десять лет это уже даже будет не иметь значения. И вот когда он это говорит, ты понимаешь, что это конец, потому что эту фразу он говорит только тогда, когда не может тоже найти ничего положительного. Плюс ко всему он всегда ходит в рестораны. А я терпеть не могу рестораны. Я терпеть не могу тематические рестораны, где всегда пишут всякие неправильные названия на двери туалетов. Вместо того, чтобы написать мужской и женский, пишут что-нибудь симпатичное, например, пират. Иногда пишут такие прелести, что ты даже не совсем уверен. Как полный дурак, ты идешь к официантке и спрашиваешь, скажите, пожалуйста, я кто? Кальмар или палтус? И вообще я не понимаю, что там за надписи. А потом еще бывают разные типы официанток. Вот, например, те, которые любят подливать кофе, а их никак не остановить. Ну, например, как я так веду? Вам еще немножко кофе? Подогреть чуть-чуть. Давайте еще немножечко. Еще подолью. Чуть-чуть еще. Капельку. Ну, пожалуйста. Даже если вы его не пьете, они все равно подходят с кофе. А я думаю, что в чашечку вле есть еще немножечко кофе. Не шевелите стол. Или что еще хуже? Официантка с вопросом, как дела? Ее никто терпеть не может. Это как в фильме ужасов. Как дела? Хорошо. Потом она возвращается через пару минут. Как дела? Хорошо. У вас все нормально? Да. Как дела? Хорошо. Все в порядке? Да. Ну, как сейчас дела? Хорошо. Все в порядке? Да. Как дела? Хорошо. Все в порядке? Как дела? Все в порядке? Все нормально? Да. Слушай, я же сказал тебе. Со мной все прекрасно. Господи. Ну так как все-таки? Все нормально у вас? Я в Техасе был на ярмарке штата. Вот эти затеи следует искоронить на корню. Их следует запретить. Ярмарки штата. Там все сплошные розыгрыши, например. Все сплошные подделки. Там есть человек, самый высокий человек в мире. Оказывается, что он всего ростом 6 футов 9 дюймов. Там была палатка, например. Было написано. «Женщина-черепаха». А снаружи игровая запись. «Женщина-черепаха, проходите. Посмотрите на женщину-черепаху». Более того, вы даже можете с ней поговорить. Это был рекламный трюк. Вы можете с ней поговорить. И, наконец, мне стало любопытно. Я заплатил, сколько там нужно было. Вошел в эту палатку, в этот шатер. И вот стою в этой маленькой-маленькой палатке. Там нет никого, кроме меня и этой женщины-черепахи. И неожиданно я начинаю понимать, что мне абсолютно нечего сказать этой женщине-черепахе. Ну, вот подумайте, что бы вы ей сказали? «Эй, ты любишь команду Доджерс, а?» «Ничего себе погодка у нас сегодня». Короче, этой женщине-черепахе сказать абсолютно нечего. Если это не розыгрыш, то, скорее всего, это кто-то с физическим дефектом, из которого сделали сенсацию. Проходите. Посмотрите. Человек без губ. У него нет губ. Свистеть не получится. Он не может. У него нет губ. Он без губ. Пить через соломинку не получится. Заходите и поговорите с ним. Но не ожидайте, что он будет уговорить буквы «П» или «Б». Он не умеет. У него нет губ. Людям становится любопытно. Они платят этот несчастный доллар. Потом сталкиваться с Ольцом Крисус. С этим без губом. Как дела? Ой! Да что ж такое-то? Кто это? Открой глаза. Открой глаза. Открой глаза. Что? Что с тобой такое? У тебя был такой вид, как будто ты впал в нирвану. Или я уж не знаю, что там с тобой было. Дверь была открыта, я вошел. Может мне вообще снять спеть или дверь, чтобы все входили и выходили? Ну спокойно, спокойно. Это у тебя такой вид, как будто ты только что увидел привидение. Так оно и было. Я увидел. Я все время вижу. Может мне надо просто поспать. Давай закажем пиццу. Я ненавижу пиццу. Эти, кто делает пиццу, вечно у меня пальцами лазят. Один раз я нашел в пиццах чей-то ноготь. Господи, откуда ты набираешься всех этих историй? Ноготь, а? Кроме того, ты не любишь ничего, кроме... А, да, беру свои слова обратно. Ты любишь кукурузные хлопья. Отличная мысль. Да не хочу я твоих хлопьев. Они мне так уже поперед горло стоят. Ладно, хорошо. Будешь готовить хлопья? Делай их горячими. У тебя сегодня редчайшее настроение, правда? Нет, я так не думаю. Может, мне ты что-нибудь расскажешь про это настроение? Нет, не хочу. Ну и ладно. Мне кажется, я потерял работу. Правда? Да, потерял. Что, ты больше не хочешь налить себе молока? Нет, абсолютно не хочу. На этот раз я понимаю, как надо наливать молоко и сколько его должно быть. Значит, ты говоришь, потерял работу? Каким образом? Белла не приходила домой за моей новой книгой. Ну, а я, понимаешь ли, я ее послал подальше. О, слушай, крутой ты стал. Интересно, а как ты ее послал? Какими словами вообще? Что это значит? Послал. Я сказал, что единственная причина, по которой она получила эту свою работу, это потому что она спит с боссом. Ну, ты даешь. Как ты думаешь, мне теперь пришлют на отбавку к Рождеству чеком домой. Ты вылетел с треском. Ну, что ж теперь делать с деньгами? Да, это ерунда. Через 10 лет это не будет иметь ни малейшего значения. Тебе надо расслабиться. Ты слишком напряженный. Нет, я не напряженный. Посмотри на свою ногу. А что с ней? Ну, посмотри, посмотри. Это я специально, чтобы на нее мухи не садились. Спорим на 5 долларов. Ты не можешь просидеть 5 минут, не пошевелевь ногой. Ты просто выбрасываешь деньги на ветер. Да. 10, 15, хорошо. Только сначала тебе надо будет остановить эту трясущуюся ногу. Пожалуйста, без проблем. Ну, ты готов? Да. Поехали. У меня был трудный день. Не могу успокоиться. Мне не нужны твои деньги. Не отбери. Не нужны они мне. Слушай, ты. Ты сам захотел поспорить. Так бери теперь деньги. Ну, хорошо, хорошо. Я дам тебе 15 долларов, если ты мне скажешь, что ты еще сказал, Мелани. Я сказал, чтобы она взяла счастливую устрицу и засунула ее себе в пупу. Ну, ты дал. Вот это я понимаю. Жаль, что я этого не видел. Жизнь – дерьмо. Нет, жизнь не дерьмо. Просто надо на нее смотреть с нормальной точки зрения. Мы здесь все добропорядочные граждане. Мы должны быть добрыми, помогать другим, насколько это возможно. А потом мы узнаем, что с нами было. Где? В туннеле? Что? Мы в туннеле. Все пережившие клинические смерти говорят, что они были в туннеле с ярким светом в конце. Представь себе, мы умираем и попадаем в место, которое еще хуже, чем здесь. Туннель, темный туннель, яркий свет. Только скажи мне, что там не будет целой кучи комаров. Ну, хорошо. Свет – это, скорее всего, Господь Бог. Ну вот, здравствуйте. Ты все еще не веришь в Господа Бога? Да, я верю в Господа Бога. Это тот, кому нужны все наши деньги. Я определенно верю в Него. Нет, ты не прав, Тэнк. Господь Бог – это мир. Господь Бог нужен всем. Хорошо. Тогда как ты объяснишь то, что все голодающие люди на свете до сих пор голодают? Как насчет жестокости и убийств? Как насчет изнасилования? Как насчет войн? Да, да, конечно. Естественно. В мире есть еще много зла, но на то нет воли Господней. Это воля человека, понимаешь? Нам дали возможность быть хорошим, помогать другим и возможность воровать, убивать и быть жестокими. Решать нам самими. Каждый раз, когда мы принимаем плохое решение, страдает кто-то другой. Например, идешь ты по улице, и вдруг тебя шарах по голове молотком. Ты будешь страдать из-за решения человека, который тебя ударил. Мы все зависим друг от друга, чтобы были счастливы, понимаешь? Это не Господь Бог решает. Это человек ошибается. В таком случае, человек – дерьмо. Слушай, тебе обязательно всегда поливать все дерьмом? Я думаю, что да. Господи, это всего лишь муха. Все дерьмо. Все. Я знаю. Я чувствую это внутри. Я согласен с тобой. Человек в основном – это зло. И вот почему человек – дерьмо. Но ты сам же это сказал. Правильно? Все на свете зло – это из-за человека. Нет, не совсем. Люди, в общем-то, не злые. Мы совершаем ошибки, из-за этого тоже бывает зло. А некоторые бывают злыми. Люди все злые и садистые. Да что ты говоришь? А вот я тебе докажу. У тебя когда-нибудь был щеночек? Ты держал его в руках? Да. Ты знаешь, какие они симпатичные? Да. Хорошо. Держишь ты этого щеночка. Он такой милый, такой весь пушистый. Ты его очень любишь, и очень тебе нравится. Хочешь его немножечко потискать? Потом ты хочешь его чуть-чуть еще потискать. Да. Вот, пожалуйста, тебе прямая связь между любовью и желанием кого-нибудь убить. Так? Сейчас я тебе докажу. Вот смотри, еще его тискаешь, еще сжимай чуть-чуть. Ой, такая прелесть. Я хочу тебя еще потискать. Еще хочу потискать. Сейчас я тебя еще сожму. Хочу тебя потискать, хочу тебя потискать. Вот тебе. Вот ты мой симпатичный какой. Понял? Вот. Признайся, с тобой ведь тоже такое бывало. Ты испытывал это ощущение, когда ты хочешь кого-то задушить. Ну, допустим... Допустим, я хочу кого-то задушить, но ведь не делаю этого, я делаю это только в уме. Потому что я знаю, что случится что-нибудь большое или болезненное, понимаешь? Ты просто не знаешь, где остановиться. Твои эмоции уводят тебя неизвестно куда. Я не верю в это. Боже мой, это не подчиняется никакой логике и разуму. Что именно? Кукурузные хлопья. Короче, это долгая история. Интересно, черт возьми, что это такое было, понятия не имею. Это просто невероятно. Либо он постоянно включает совершенно невыносимую музыку, либо тренируется для конкурса по перемещению мебели. Слушай, какая муха тебя укусила? Нет, это что-то еще. Ты в последнее время надо мной никак не подшучивал? А, ты узнал. Так это был ты. Как ты об этом узнал? Ну, конечно же, это был ты. Ну, кто еще мог пойти на такие потери? На какие потери? Не на какие потери, говоришь? А вот смотри, во-первых, ты мне звонил, во-вторых, ты засунул мне кусочек бумаги в почту, пока я ее не прочитал. Потом ты прерывал телефонный звонок от мамы. Как тебе удалось устроить этот опрос компьютерным голосом по поводу чистки ковров? Как ты имитировал этот голос? Какой голос? Ну, все это, 8 часов. А что будет в 8 часов? Ну, как, не знаю. Ты мне сам сказал, что это ты. Нет, я думал, ты имеешь в виду свою машину. Машину? Да. Помнишь, я... Ты спрашивал, кто пишет, помой меня на всех окнах. Это был я, это был ты. Ах, ты негодяй. Подожди, подожди, подожди. А что? Кто-то придет чистить тебе ковры в 8 часов. Ты же меня заодно сводишь? Да нет, клянусь тебе. Эй, что ты делаешь, Эл? С тобой все в порядке? Кажется, я схожу с ума. Я вижу всякую ерунду. Слушай, тебе надо расслабляться. Тебе надо уехать в отпуск какой-нибудь. Я тебя умоляю. Не люблю я тебя отпуска. Даже если тебе там хорошо, ты потом возвращаешься, и все пристают к тебе. Я говорю, хорошо, что ты там делал, а фотографии привез, и ты какой-то кошмар. Не можешь же быть все настолько плохо. Ты просто жалуешься специально. Ладно, извини, я очень хочу выслушать тебя, но мне надо бежать обратно на работу. Давай я вернусь с работы и пойдем сходим перекусим. Только не в ресторан. Хорошо, не в ресторан. Во сколько ты заканчиваешь? Я примерно в 8.30. Это слишком поздно. Что значит слишком поздно? Я не знаю. Иди на работу. Давай. Надо на работу и иди на работу. Но я вернусь, вернусь, не волнуйся. Хорошо. Я уйду пораньше. Я буду здесь в 8.15, ну в 8.30 самое позднее. Только пообещай мне, пожалуйста. Ты не будешь здесь сидеть в темноте целый день и есть эти свои кукурузные хлопья и продолжать погружаться в свою депрессию. Обещаешь? Обещаю. Хорошо. Счастливо. Вьетнам. Мне очень не нравится об этом говорить. Провинция Кланг-3. 24 декабря 1968 года. Двиббл присматривал за внешним периметром. Джексон и Поллок ели рационы С. Тейлор играл в канасту со старой лопатой. Миномет вид конговцев выстрелил примерно в полумиле. Мина приземлилась прямо в середине лагеря. Но только она не взорвалась. Она была пустышкой. Однако она снесла ему голову прямо подчистую. Тейлор был первым, кто заметил, что что-то тут не так. Он продолжал. Возьми карту, старик. Бери карту. Если ты не сбрасываешь карты, тебе надо прикупать. Он смотрел на лопату некоторое время. Потом начал кричать. Врача, врача! Такой, как будто это могло как-то помочь ему. Как будто ему на шею могли приделать жгут. И голова бы отросла обратно. Но все равно было слишком поздно. Винг-конговцы перерезали через колючую проволоку. Тысячи. Тысячи винг-конговцев. Двиббл расстрелял все обоймы, но они все лезли и лезли. Никто не остался в живых. Да. Как я рад, что я был тогда в школе, когда была война в Вьетнаме. Я не думаю, что я бы ее не пережил точно. Ну что ж. Я думаю, что я буду смотреть телевизор. Пойду посмотрю телевизор. Помните, в ломбарде Шэйди Лэн мы заботимся о вас, а мне на вас наплевать. Я больше не могу функционировать, я устала. Люблю смотреть мыльные оперы. Разве может актерская работа быть еще хуже, чем в мыльных операх? Вот, например, прямо перед рекламой они делают большое лицо. Ну, большое лицо. Понимаете, как будто что-то случилось серьезно. Например, Варк входит в дверь, и женщина делает такую рожу и говорит, Марк? Большое лицо. Потом играет такую важную музыку, а потом возвращаешься после рекламы. Марк все еще входит в дверь, а женщина говорит, Марк, как дела? Что случилось с большим лицом? Такое ощущение, как будто его вообще не было, и ничего страшного не происходило перед этой рекламой. Вы разгадали всю загадку. Ну а теперь, за 10 тысяч долларов, какой знаменитый боксер отчеканил фразу «Я величайший». Ой, как тебе повезло. Вообще-то я не особенно люблю спорт. Для этого не надо любить спорт, леди. Есть один возможный ответ. Вообще-то я не эксперт в этих вопросах. Вам не нужно быть экспертом в этих вопросах. Скажите имя единственного боксера, которого вы знаете. Пять секунд, Вероника. Ну давайте, давайте же. А, господи, должны же вы знать такие простые вещи. Я не знаю. Да что ж это такое? 10 тысяч долларов пролетели. Мне очень жаль. Но единственный боксер, которого я знаю, это Мухаммед Али. Боже мой, не могу я это смотреть. Ну, насколько глупым может быть человек, чтобы не ответить на такой вопрос? Самый глупый человек, который я видел когда-либо в телеигре... Нет, второй самый глупый человек. Это был в игре пароль. Сам пароль был слово «экзотический». Так вот, ведущая говорит «фантастический». А женщина, которую он спрашивает, вдруг отвечает «хвантастический». Как будто было так трудно догадаться. Нет, она сказала «хвантастический». Хв, а? Боже. Ну хорошо, а ток-шоу, где говорят об эксплуатации? Я думаю, их все надо объединить в одно и назвать его «Опра Дональдо». Ведущей будет толстая негритянка с белыми волосами и усами. Если вам что-то не нравится, включите одно из этих шоу «Уродов» на полчаса. Я как-то раз видел одну женщину, которая одела своего сына свиньей. Мальчишка что-то там украл, поэтому, чтобы его наказать, она переодела его в свинью, провязала его перед собственным домом, чтобы унизить его. Правда, после этого ее арестовали из-за унижения ребенка, что правильно, потому что не следует этого делать, и прощать это определенно не следует. Но, тем не менее, признайтесь, это достаточно эффективная дисциплинарная тактика, правда? После этого уже не надо будет два раза говорить, как только мама вытащит костюм свиньи. Да? Билли, у тебя в комнате бардак. Твой брат стоит рядышком в слоновом костюме. Я бы на твоем месте ее послышал, старик. Эта сука совсем охраняла. Она ненормальная. Весь дом как зоопарк. Отныне я буду проводить все свое свободное время, задавшись только одной цели, целиком и полностью. Найти этому типу сверху какую-нибудь работу, чтобы он только не включал эту свою музыку. Пожалуйста, сделайте потише музыку. Пожалуйста, чуть-чуть уменьшите громкость. Да сколько же можно? Сделайте тише. Надо расслабляться. Господи, надо запомнить, чтобы я не закрывал глаза. Я схожу с ума. Нет, это типичный нормальный день. Как и любой другой день. Типичный, нормальный. Да сделай же ты потише музыку, чтоб тебя. Спасибо! Большое! Правда, жаль, что до такого дошло, да? Я человек либеральный, чуть не хуже других. Но если мне придется жить так, чтобы надо мной постоянно измывались, нет, я так не согласен. Лучше бы я сдох. 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 А-а-а-а! Вы, наверное, это опухолеподобная субстанция, Что проживает надо мной Я не против этой колочни попала, старик Но ты не мог бы немного ритма добавить в свое стучание Потому что мне очень тяжело Когда два ритма А, да-да, конечно Не следовало, конечно, мне мешать мыслить Этому великолепному резервуару мысли Который называется головой И сидит у тебя под кепкой и волосами Да, слушай, давай посмотрим, как у тебя в квартире Ооо, ты способный декоратор Очень даже, смотри-ка Как все организовано Кстати сказать, меня зовут Гром Гром Ооо, очень подходящее имя А фамилия твоя не Кость, случайно? Нет Слушай, старик, мы с тобой соседи Я не хочу, чтобы мы с тобой были на ножах Может, мы с тобой успокоимся Схватим по пивку, проглотим Посидим, поболтаем Единственное пиво, которое могло бы мне помочь Это пиво, влитое мне в уши Так, чтобы я полностью оглох Потому что только так я смогу жить под тобой И чувствовать себя как-либо еще А не как Постоянно сидящий и просматривающий Прослушивающий ужасы при входе в ад Извини, пожалуйста, я иногда включаю музыку громко Но бывает, бывает Иногда, да, твоя квартира Это постоянный источник музыки и спецэффектов У меня такое ощущение, что какая-то кинокомпания Наняла тебе специальность, чтобы обыграть все мое существование в тяжелом металле А что, это было бы клево Ну ладно Давай с тобой разберемся раз и навсегда Если ты выиграешь Я больше никогда не заикнусь про твои эти мелодии Но если я выиграю Ты больше никогда не включишь Эти свои идиотские мелодии Ни разу, никогда, ни одну Ты понял? Чтоб я этого ужаса больше не слыхал Что? Музыки не будет До конца своих дней Полная, абсолютная тишина А если я перееду? Я бы с радостью спас остальных от немедленного ада, который последует с твоим переездом Но я должен признаться Меня заботит только своя собственная безопасность в данном случае И своя собственная тишина Если ты переедешь То разговору никакого не будет Ну договорились А, погоди-ка, погоди-ка А что за игра? Арм-рестлинг Это, это, это немного Тяжеловато Слишком много физической нагрузки Что, струсил? А, я понимаю Использовать муское достоинство, чтобы подкрепить свою правоту в споре? Нет, это тебе не позволит Это слишком много для тебя, да? Как здесь тихо и мирно Трудно себе даже представить Эти бесконечные дни Тишины и покоя Наверняка у тебя все выйдет хорошо Ты можешь заняться чем-нибудь другим Новые хобби найти Например, марки собирать Да, кстати, кто его знает? Может быть, когда-нибудь ты даже книгу прочитаешь Кстати, когда начинаем-то? Трэш-метал нравится? Классная музыка Только, честно говоря, чтобы услышать всю ее ясность и чистоту Надо делать подромче О, нет Счастливо Невероятно Вот дерьмо Нет, я не буду обращать внимания на метал Мы с ним поспорили, я, честно, проиграл Так уж получилось Я проиграл Он выиграл И я буду придерживаться нашего с ним соглашения Да чего вы так осуждающе смотрите на меня Вы бы сами то же самое сделали Я просто хочу, чтобы было тихо Вот и все Немного мира и тишины Мира и покоя Чуть-чуть Глаза не закрывай Глаза не закрывай Глаза не закрывай Боже мой Как я мог забыть? Так, ладно Итак Алло Алло Будешь настаивать, он пройдет Что? Я шучу, это Эл Сейчас я прибегу Эл, никогда меня больше так не разыгрывает Ой-ой, какие мы нервные Давай только скорее Да успокойся, успокойся Хорошо, сейчас иду И я тоже сейчас иду У меня в телефоне живет мужик Это хорошо, хорошо В телефоне живет мужик Что же делать-то? О, боже мой Хорошо, без проблем Мужик в телефоне Что же делать? Моя жизнь вообще-то могла сложиться и по-другому, знаете ли Я мог бы быть одним из этих абсолютно безликих, одинаковых Как в униформе, безмозглых, самодовольных типов С красивой женой Милым домиком Отличной машиной Прекрасной работой Как здорово жить на белом свете Папа, я пошла в школу Я люблю тебя И я тоже тебя люблю Ну давай, беги Погоди, погоди, ты забыла свой школьный завтрак И маму не забудь поцеловать Это, кстати, неплохая мысль Я люблю тебя, дорогая Я тоже тебя люблю, мой милый Правда, жизнь это здорово Да, дорогая Ты знаешь, жизнь это действительно здорово Ты знаешь, почему это так здорово, жизнь Потому что в жизни есть ты Это самые прекрасные слова, что я слышала в жизни Я самая счастливая женщина на всем белом свете А я самый счастливый мужчина Радость моя Кстати сказать, что тыковка Уже восемь часов Кто? Кто там? Эл? Эл? Это ты? Эл, это ты А тебе чего надо? Насколько я понимаю, вы должны будете пойти со мной Что? Сейчас восемь часов Так это вы? Вы? Придумали все это про восемь часов? Ой, как страшно Приятель, знаешь, я тебе скажу Я никуда не пойду Сэр, сейчас восемь часов Вас ждет лимузин Лимузин? Лимузин Что это все там такое? Что это значит? Ничего, сэр Я просто водитель Я ничего не знаю Вы должны будете пойти со мной Вот замечательно А я что, что-нибудь выиграл, что ли? Почему такие почести? Лимузин Ой Нет, это не на самом деле Это все мясница Это просто водитель лимузина Ну, нет Я на самом деле есть В реальной меня ничего не бывает Я неотвратим Эй, что такое? В чем дело? Выпусти меня отсюда Что это за дела? Кто ты такой? Я смерть, мужик Смерть? Как это? Та самая смерть? Ну, да Я бы сказал Воплоти Но это было бы не совсем точно Я существо бесплотное Это какое-то безумие Увидишь? Господи, это просто муха Ерунда Ты не мог бы убить муху Не может этого быть Ты же знаешь, что я существую Смирись с этим Нет Тебя нет на свете Ты нереален Ну как, страшно? Да Это потому, что я смерть Очень страшно, когда я начинаю себя так вести Ты какой-то дурной Я смерть А я еще не мертв Нет Нет, ты мертв Нет, я не мертв Нет, ты мертв Я не мертв Не мертв, не мертв, не мертв Ну хорошо Мертв, 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 мертв Что ж поделаешь, а? Придется тебе показать Всем всегда приходится показывать, что с ними произошло Закрой глаза Ну-ка, быстро закрой, я сказал Это же Эл Он у меня в квартире Почему? Тейн? Тейн? Эй, Тейн Тейн! Ну как, пробирает? Я слишком молод, чтобы умирать Клише Штамп Конечно, ты умираешь немного раньше, чем тебе положено Но ведь ты повторял и повторял Лучше б я сдох, правда? Но это такой оборот речи Может быть, так оно и есть Но его позволительно сказать только 18 тысяч раз А потом вызывает меня 18 тысяч раз? Но это же глупость Ты так же не приносил никакой пользы, пока был жив Что? Ты никому не помогал Ты только сидел дома и жаловался Но вообще, на самом деле, ни разу никому не помог А допустим, я бы помог кому-нибудь Сейчас уже слишком поздно Все равно Тебе нравится твоя работа? Я люблю людей Хреновая из тебя смерть Разве ты не должен быть там в капюшоне Или еще в чем-то таком? Но это была моя слабость Я люблю моду А тогда у меня была депрессия Вот я и походил в колпаки А хотя вот, смотри, что я умею Что это за чертовщина такая? Когда ты мертв, это классно Попробуй сам Нет Чего? Терпеть не могу быть мертвым Хреново быть мертвым Я ненавижу смерть еще больше, чем жизнь Я ненавижу и тебя тоже Все, какой ты Это твой дурацкий лимузин Эта дурацкая штука, которую ты делаешь со своим ухом Это правило про 18 тысяч раз Это вообще маразм И вообще мне здесь не нравится Нет никакого туннеля Как минимум, по меньшей мере Ты мог бы отправить меня в туннель Темный туннель с ярким светом Ведь никто никогда не возвращался с того света И говорил Ой, там было так мирно Там был такой здоровенный лимузин Прекрасно Я даже никуда не лечу По крайней мере, я должен куда-то лететь, правда? Нет, нет, нет Нет, я сижу на заднем сидении машины С мужиком, который может переставить тебе ухо на лоб Да, это тоешно рай Ущипните меня кто-нибудь, не верю А теперь посмотри на себя Да, на себя Со своим этим лицом, которое только и видно Стоит не закрыть глаза Ну, может быть, я жаловался Может быть, я действительно никому не помогал Но, по крайней мере, я не пытался выконтриться И напугать человека 24 часа в день Нет, здесь надо много что изменить Как только я увижу перемены Я сообщу тебе полностью Подробный список того, как все должно быть Ты услышишь все как есть Все как есть Не, не, на этот раз твои шутки не пройдут Сначала, когда люди думают о смерти О том, что они умрут Ты должен понять Они строят надежды И именно на тебя ложится ответственность Чтоб ты их не подвел Или вот, здрасте Поверь мне Ты так подвел меня Так подвел Ужас просто Вот, например Когда ты умираешь Тебе не приходит в голову мысль Что тебе бы неплохо было Увидеть кого-нибудь, кто тебе нравится Там родственника кого-нибудь Или еще Друга А не придурка с резиновым лицом Да, я мертв сейчас Давайте сюда эту резиновую морду Отлично Я хотел бы, чтобы он пугал меня до бесконечности Давайте сюда этого неудачника Он мне нравится Я его люблю Так ты себе представляешь смерть Прекрасно, прекрасно Из тебя хреновый смерть Тейн, 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 Тейн Тейн, очнись Тейн Невероятно Надо звонить в полицию Так ты жив? Да Ты был мертв Ты серьезно? Да, ты валялся на полу У тебя не было пульса Правда? Что произошло? Ты что-нибудь помнишь? Помню лимузин Помню этого мужика, который открутил себе ухо и приделывал на лоб Я есть хочу Пойдем что-нибудь поедим Стоп, 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 стоп Тебе точно хочется куда-нибудь идти? В смысле, ты здоров? С тобой все нормально? Я чувствую себя замечательно Пойдем, пойдем В смысле как? Это выйти из квартиры и пойти поесть в ресторан? Ну да, а что? В чем проблема? Что тебе не нравится? Тейн, погоди, погоди Я не понимаю Ты хочешь пойти в ресторан? Да Но я тебе точно говорю У них там нет кукурузных хлопьев Лучше бы они были И чтоб там не заикали Что они подают хлопья только по утрам Продюсер и режиссер Роджер Найгард Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Прости меня, господи На этот раз я умываю руки Я не буду его забирать Ни за что, никогда Я к этому типу близко не подают Это такая мразь, такая мразь И возвращаться я за ним тоже не буду, как не проси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин